Кокосовое масло в подарок получит тот, кто... Ну, наносим! Всем привет! Сегодня я покажу хорошую маску для волос с очень интересным растением из Индии. Это маска с порошком ним. Вот баночка. Я купила её в индийском магазине. Там внутри был пакетик. Я пересыпала содержимое в баночку, чтобы было удобнее пользоваться. Поэтому у меня сейчас баночка с зелёной волшебной смесью. То есть не смесью, а с измельчёнными листьями. Ним — это индийское растение. Его также называют маргоза. Применяется в аюрведе как противовоспалительное средство. Применяется также внутрь. Спасибо, чувак, что ты свернишь. Супер! Респект тебе, чувак! Так вот, о чём-то я. Применяется как противовоспалительное средство при вирусных заболеваниях, также при профилактике лечения от паразитов. И также, конечно же, из этого растения делают косметические средства. Маски для лица, маски для волос. Применяется при экземах, при дерматитах. В общем, даже помогает избавиться от перпоти. Поэтому сегодня я сделаю маску для волос с маслами и с этим порошком. Покажу, как сделать интересную и полезную маску для восстановления волос от течения, для предотвращения появления перхоти и для общего улучшения состояния волос и кожи головы. Давайте начинать! Я уже тут приготовила кучу всякого добра и также водяную ваню. Но для маски понадобится не так уж много. Это, конечно же, порошок ним, который я уже показывала. Но потом кокосовое масло от фирмы Барака. Ну, это у меня от фирмы Барака, вы любое используете. Лучше не инфинированное. И масло манго. Масло манго внутри твердое. Поэтому мы его будем растапливать с кокосовым маслом. Я беру тарелочку, ставлю ее туда. Добавляю сюда 2 столовые ложки, такие крупные, кокосового масла. И 1 столовую ложку масла манго. И жду, пока масло растопится. А пока хотела я вам сказать, не обращайте внимания на мой голос. Я только что недавно выздоровела, но еще выздоровлю. И поэтому голос это как побочный эффект. И я говорила, что порошок ним обладает противовоспалительным действием, антимикробным. Я пробовала пить порошок ним. Это так ужасно. Но знаете, я понимаю, что это полезно. Поэтому я специально для этого видео сделала себе отвар. Но для сладости добавлю туда ложечку меда, чтобы хоть как-то было. И буду на протяжении этого видео пить вместе с вами, чтобы хоть как-то себя замотивировать это выпить. Потому что это очень неприятно. Знаете, такой горький-горький вкус. Жесть просто. Но это полезно. Что, пробуем пера. Это ужасно. Ужасно невкусно. Наверное, пойду возьму воды, чтобы запивать. Ну что, масло уже растопилось. Я добавляю порошок ним. Одну хорошую столовую ложку. И начинаю перемешивать. Все, я выключаю паровую баню. И накрываю тарелкой масло, чтобы оно хорошо настоялось. Накрываю это для 5 минут. После этого я снимаю тарелку. Выставляю масло. И все. Масло мне должно немного остыть, чтобы было комфортно наносить на кожу головы и волосы. Все, температура достаточно комфортная у масла. И теперь мне нужно расчесаться перед процедурой, чтобы было все комфортно и удобно. На кожу головы я нанесу с помощью кисточки. А уже на волосы буду руками наносить. Ну, начинаем. Макаем кисточку. Внизу появился небольшой осадок масла ним. Но эта кисточка легко решается. Очень красивая получилась консистенция. Такая благородно-зеленая. Ну, наносим! К поводу запаха. Знаете, вот пахнет смесью кокосового масла с бисквитом. Действительно пахнет какой-то вкусной выпечкой с кремом. И проходимся так по всей голове. Кстати, хочу сказать по поводу розыгрыша. Вы знаете, что я люблю кокосовое масло от фирмы Барака. Поэтому в этом ролике я тоже его разыграю. Кокосовое масло в подарок получит тот, кто напишет в комментариях самый смешной и самый необычный случай из его жизни, связанный с красотой. Это может быть все, что угодно. Смешные какие-то ситуации, когда вы там что-то делали с собой или ухаживали за волосами, за телом. Все, что угодно. Пишите ваши истории. Они должны быть насыщенные, яркие, интересные. И я прочитаю через неделю и выберу победителя. И отправлю ему это масло. В розыгрыше могут принять участие жители Украины, России, Казахстана и Беларуси. Также вы должны быть подписаны на мой канал, включить колокольчик, поставить лайк и смотреть меня дальше. Я даже открыла в Инстаграме рубрику «Подарки на YouTube», где буду публиковать фотографии, которые вы мне присылаете. И также решила публиковать там победителей. То есть, говорим, Диана или кто-то еще сегодня выиграла. Поздравляю ее, я ей отправляю подарок. Поэтому, если вам не влом, то присылайте мне на почту фотографии с призом. Мне будет очень приятно, и я их выложу в свой Инстаграм. Ссылка на мой Инстаграм под этим видео. Ах, кстати, вот по поводу задания для розыгрыша масла. Смешные истории жизни. Хочу вам рассказать свою смешную историю жизни, связанную с красотой. Это связано с первым бритьем ног. У меня волосы растут активно, быстро. И когда я столкнулась с этим в подростковом возрасте, я думала, боже мой, что мне делать? Неужели мне уже нужно брать в руки бритву и идти и бриться? Для меня это почему-то был стресс. И я, в общем, решила, что бритва для меня это сильно брутал. Мне мама принесла деперационный крем для ног. И я его нанесла. А волосы же у меня такие длиннющие были, как канаты на ногах просто. Не знаю. По сантиметру, по полтора. Такие торчат черные. В общем, намазала я этим кремом себе все ноги. Представляете, как это выглядело? Надо было уже тогда начинать снимать блог. Я думаю, это было бы очень смешно. Потому что я намазала ноги внизу. Ноги там, где бедра. Там написано было, нужно держать. Девять минут, по-моему. Сижу и держу этот крем. Прошло девять минут. Замерзла, блин. Сижу. Думаю, ну ладно. Нужно пробовать уже снимать. Начала пробовать. А, оно не снимается. Видимо, у меня такие крепкие волоски, что их фиг оттуда вытянешь. Я, в общем, думаю, что делать. Ну ладно, сижу еще девять минут. Короче, я с тем кремом на ногах просидела тридцать минут. У меня там одни вылезли, вторые не вылезли. Короче, я была как с проплешинами на ногах. Психанула. Пошла в душ. Взяла мамину бритву. Побрила себе все ноги. И знаете, я подумала, почему я такая была глупая и не сделала это сразу. Зачем мне нужно было сидеть полчаса, мерзнуть с этим кремом на ногах, если можно было просто взять бритву и побриться. Ну и, в общем, я в тот день ходила как ненормальная. Трогала ноги свои. Постоянно. Все, я нанесла на всю кожу головы. И теперь будем наносить на длину волоса. Я уже постерила полотенце. Мне это поможет не запачкать все вокруг. Начинаю наносить. Да, я же помню про чаек. Я уже половину выпила, а вторая половина это психологически самосложно. Ой, ну что. Знаете, я между приемами воды даже не дышу. Фу. Фу, 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 фу. Надо закончить это дело. Я чемпион. Начинаем наносить. Кисточку я сейчас выможу на волосы и буду наносить руками. Распределяю на руки. И наносим. Пахнет действительно очень приятно. Какими-то орешками со сгущенным молоком пахнет. Самое главное в этой маске это обработать кожу головы и нанести на кончики и на те места, где вы знаете, что у вас очень много секущихся концов. Я думаю, будут вопросы, почему я нанесла кокосовое масло на кожу головы, хотя говорила, что оно комедогенное. По поводу комедогенности масел это рекомендация больше для тех, у кого очень жирная кожа головы, кто моет голову каждый день и страдает от этого. Я мою голову раз в два-три дня и могу себе позволить иногда нанести кокосовое масло на кожу головы. Поэтому учитывайте степень загрязнения вашей кожи головы и только после этого думайте, можно ли вам наносить или нет. Все, я вымазала всю эту зеленую смесь, а теперь я забираю волосы в игульку, я надела шапочку и наверх повязала полотенце. И держу эту маску два часа. Если у вас нет времени, то подержите хотя бы час. Как только пройдет два часа, я помою голову два раза шампунем и нанесу бальзам. И, конечно же, его тоже смою. А когда волосы высохнут, мы с вами увидимся. Как всегда, мне очень нравятся маски с маслами и волосы после них просто фантастические. А если еще добавить туда какие-нибудь волшебные ингредиенты, типа порошка ним, то получается вообще супер. Маска хорошо воздействует на волосы и на кожу головы, и они после нее мягкие и кожа головы успокоенная. Сейчас я хочу объявить человека, который выиграл кокосовое масло из видео про спать для волос. Спасибо тебе за идею. Напиши, пожалуйста, свою электронную почту под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!